Ребята, всем добрый день! В сегодняшней программе у нас будет грузинское зимнее бездорожье. Собрались, наверное, самые лучшие машины, что есть вообще в Грузии. Я в последний раз был в 2017 году, поэтому за эти года очень все сильно изменилось. Портальные мосты, 42-е колеса, свапнутые двигатели, просто безумные тачки по мере прохождения заснеженной трассы. Нас ждет перевал, мы сейчас примерно на высоте 1600-1800 метров. Небольшая пасмурная погода, как видите, мы в тумане. Надеюсь, будет возможность опустить дрон и, видимо, улучшится. Пока так. Для моей 80-ки это будет первый боевой выезд. Вчера был тестовый, вроде бы починили основные косяки. Посмотрим, не отвалится ли у нас что-нибудь. Это ребята штурман, технарь. Я не хочу аналогии использовать, но такой похожий человек, который у нас есть в Питере. Паша. Можно сказать, мы встретили друг друга, когда я разбирал бортовой редуктор. И, как ни странно, у нас совместная история с Павлом началась именно с разбора бортового редуктора, когда я его сломал. А бездорожье он мне перебрал и сказал, заезжай в гараж, что-нибудь еще прикрутим. Так же я вот на улице Тбилиси. Сейчас то-то существует. Ага, царство. Потихонечку у него во дворе у нас не такие, конечно, обширные возможности, как и у Павла. О домашних условиях все, можно сказать, делается. Но, тем не менее, за три месяца очень много косяков было доработано. И вот теперь у нас есть такая возможность. Вчера, буквально в 12 ночи, мы это все делали торопадом. Из-за плотного тумана на перевале сложно было рассмотреть дорогу. Не то, чтобы снимать красоты вокруг. Только добравшись до переправы горной реки, туман рассеялся. И тут началось. С момента выезда из Тбилиси до переправы на реке прошло 8 часов. Участники уже не могли сдерживать свою пыль и вместо организованного прохождения препятствия стали одновременно штурмовать брод. Так как выезд из брода оказался заболоченным, не все проскочили с первого раза. Те, кто успешно проехали брод, заехали в гору и заняли лучшие места для наблюдения за происходящим. Желтая машина, что штурмует горку, пытается избежать судьбу красной, которой так крепко застрял, что тяги одной машины недостаточно для его высвобождения. пришлось задействовать позитивное мышление и еще один водорожник. Ну так, на всякий случай. И только благодаря визуализации и наставничеству патруль выбирается из плена. Рейку, которую мы штурмовали, ребята не могут пересечь. Совсем, по-моему, совсем на маленьких 33-х колесах. Они попытались подняться на вершину самостоятельно. Не получилось. Сейчас много автомобилей вверх пытаются вытянуть. Детка за бабку, бабка за детку. Все это история. Вот, в общем, не знаю, что из этого выйдет. Но бездорожье не обязательно, чтобы была грязь. Горы это весело. Потому что бывают такие вот кремы. А если неправильно заехать на перемет, вот такая вот. Можно стащить. Детка за методом. Лево, лево, ай, просто пизда. Лево, 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 ай, просто пизда. В целом, в горах снега оказалось не так много, как хотелось бы. Лишь редкие переметы доставляли волнение, пейзажи завораживающие. Обязательно вернусь в эти края еще при хорошей погоде и большем количестве снега, чтобы более детально запечатлеть природу и лучше изучить возможности тракторных колес в глубоком снегу. Мы спустились с горы, еще километров два, наверное, до населенного пункта Бакуриани. Дальше уже будет асфальтовая дорога, снег закончился. Ребята еще рубятся наверху. Может подождем, может поедем дальше. Интересно было сегодня поехать, познакомиться с местными. Очень много интересной техники и с удовольствием буду с ребятами катать, находить новые маршруты. В общем, есть что исследовать и главное тем кататься. Очень важно компания. А сегодня была она разношурстная, поэтому мы, собственно, не очень быстро ехали. Но в целом, зато в обиду не остались все. Протащили, по-моему, даже человека на 33-х. Такая вот маленькая зарисовочка. Материала не очень много было, поэтому надеюсь, дальше будет больше.